Здравствуйте! С вами Мастер Спорт, а программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин обещаю, будет интересно. Самара физкультурная. Именно так сегодня можно назвать областную столицу. Почти в каждом дворе есть спортплощадка и тренер. Как его часто называют, по месту жительства. Их в Самаре работает больше сотни в рамках долгосрочной целевой городской программы развития физкультуры и спорта. Проект стартовал в 2012 году. Все тренеры когда-то сами были спортсменами или преподавателями физкультуры. Кроме этого, прошли спецподготовку в училище Олимпийского резерва Самары и получили сертификаты. Легко ли сколотить физкультурное общество в отдельно взятом дворе, мастеру спорту расскажут. Теннисистка Анна Козлова и ее тренер Владимир Дудкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Достаточно непросто бывает заинтересовать детей и чтобы они приходили. Ну, для этого нужно... Пришел один человек, сделай ему интересно, чтобы он тогда приведет второго, третьего и так далее. Вот так вот я и начинал. И сколотилась хорошая команда. Внимательное отношение к каждому ребенку. И сделать так, чтобы ему было интересно, потому что у него возникло желание прийти снова и снова. Бывали случаи в начале моей работы, это давным-давно, например, накричишь на ребенка. И все, он больше не придет. В школу он обязан ходить, потому что у него другого варианта нет. А здесь с каждым надо очень тонко, корректно, душевно, и чтобы ему было интересно. Аня, почему вы пришли к этому тренеру? Я очень люблю спорт, и я сама к этому пришла. Меня родители не заставляли. Я сам по себе спортивный человек, у меня родители спортсмены. То есть папа боксом занималась, мама плаванием. Я сначала занималась в 45-й школе, это моя родная школа. Там я занималась теннисом. У меня не было ни техники, но я пыталась. Я начала там играть в волейбол. Потом я попала к Владимиру Михайловичу, потому что это было очень близко от дома. И, конечно, я хочу сказать спасибо директору моей 45-й школы, Боевой Софии Владимировне, что там я начала свою спортивную карьеру, можно так сказать. После того, как я попала к Владимиру Михайловичу, я начала заниматься настольным теннисом. И уже на следующий год я начала участвовать на районных соревнованиях, на спартакиадах дворовых, на городских соревнованиях. И, соответственно, занимать призовые места. Ну, вот тренер говорит, я делаю тренировки интересными. Вот вы как спортсменка, что можете сказать? В чем вот ваш интерес? Почему вы остались здесь в секции? Потому что я считаю Владимир Михайлович очень хороший педагог. Он все проводит очень интересно. Можно заниматься любым видом спорта. Это очень, как бы сказать. Ну, с чего начинается тренировка? Вот потому что ведь первые пять минут, и сразу понятно, хочешь ты остаться или нет. Ну, начинается, конечно, с пробежки. Интересные очень упражнения. То есть, хорошие беговые упражнения. Потом разминка с мячами. Футбольные, волейбольные, баскетбольные. По настольному теннису, конечно. Очень интересно. Ну, сколько у вас в группе ребят занимается? И возраст имеет значение или нет? Занимаются дети у меня в группе по 15 человек. Возраст от 10 до 18 лет, в принципе. Но дело в том, что после окончания школы, вот дети, например, в школу они прийти не могут. Для них дверь закрыта. А мы работаем и с уже повзрослевшими нашими детьми. Вот с 98 года я работаю в дополнительном образовании, в дворовых вот этих вот наших делах. Уже многие выросли и уже своих детей привели к нам на занятия. А где вы находитесь? Основная у меня, значит, работа находится Центр внешкольного образования и творчества по адресу Красных Монаров 5. Это бывший дворец пионеров Советского района. А также еще, значит, я работаю на базе подросткового клуба «Искра» по адресу Запорожская, 15. Это около парка «Дружба». Там мы в самом клубе играем в настольный теннис. Есть бильярдный стол, а детям это интересно. Вот. И также в парке «Дружба» сделали хорошее футбольное поле. Мы там играем теперь в футбол. Ну, тренировки тренировками, вот соревнования в каких-то участвуете? Да, мы участвуем в соревнованиях по линии дополнительного образования. У нас проводится ежегодно городская спартакиада подростковых клубов по различным видам спорта. Мы там участвуем в футболе, в настольном теннисе. Вот лично мы выставляем команду. Пулевая стрельба у нас практикуется хорошо из пневматического оружия. Также проводятся городские спартакиады дворовых команд. Летние спартакиады, зимние спартакиады. Очень хорошие соревнования проходят, и дети с удовольствием принимают в них участие. Результат какой-то есть? Или главное – участие, олимпийский такой лозунг у вас? Участие – это само собой. Мы участвуем во всех соревнованиях, которые только у нас есть. Ну, где-то удается и побеждать. Вот Аня с успехом выиграла на соревнованиях по настольному теннису. Городские соревнования были в марте этого года. Также она еще и играет очень хорошо в волейбол и в баскетбол. У них вся семья спортивная. И папа, и мама, и сама Аня. Вот таких семей бы побольше нам. Вот если бы не было тренера-общественника, вот твоя спортивная жизнь была бы какой-то другой, или ее бы вообще не было? Я считаю, да. Возможно, у меня были бы, может, какие-нибудь небольшие успехи в волейболе. Но с настольным теннисом у меня ничего не сложилось. Я пришла уже довольно в взрослом возрасте, в 10 лет, когда к Владимиру Михайловичу пришла. Меня не брали ни в какие секции. Владимир Михайлович сделал. Я довольно нормально играю в теннис. Теперь я могу участвовать во всех соревнованиях. Это замечательно, что вот 4 года назад создали вот это вот тренеров по месту жительства. За эти годы создали хорошие спортивные площадки, построили. Создана хорошая база для занятий детей, чтобы они не дома были, не занимались какими-то там, собственно говоря, нехорошими вещами, типа там алкоголь, наркотики и курева. Чтобы они занимались спортом. Для этого, конечно, нужна определенная база и места хорошие. Вот у нас за последние годы в Самаре это хорошо организовано. Это здорово. Ну и какой-то инвентарь есть, спортивное оборудование. Об этом поподробнее расскажите. Да, когда 4 года назад организовывали вот нашу работу тренеров по месту жительства, нам выдали спортивный инвентарь. Мечи, ракетки, шарики, скакалки, обручи и так далее. Секундомеры. Но получилось так, что это было все создано на базе лагеря «Олимп». Они были инициаторами, организаторами этого движения. Вопрос оплаты труда тренера по месту жительства – это тоже больной вопрос. Как он был 4 года назад, определенные суммы для каждого одинаково, так это все и осталось. Мне кажется, этот вопрос тоже нужно пересмотреть и дифференцированно сделать оплату. Ну, ваше предложение, что значит дифференцированно? По каким показателям? Ну, как везде. В зависимости от достижений, от количества лет проработанных в этой сфере. Что-то нужно там менять, дополнять. Это было бы неплохо. Ну, если не секрет, зарплата тренера по месту жительства какая? Шесть тысяч. Шесть тысяч девяносто. Она как была, так и она осталась. И, конечно, нам это странно. Ну, не бывает такого. То есть, ваши товарищи, как и вы, такие энтузиасты физкультурного движения, получается? Хорошо, что у меня это не основной источник, собственно говоря, дохода. У меня есть другая работа, у меня и пенсии военные. Ну, а если человек придет только на эту работу, он просто не придет. Это невозможно, это нереально. А есть люди, которые, у меня есть знакомые, которые в дворах организовывают детей, занимаются с ними, ставят теннисные столы, там, волейбольные площадки организовывают. Ну, я им говорил, я говорю, ну ты что, давай, иди. Он, да ладно, ты что, там, за шесть тысяч, да не пойду, я там столько документов надо предоставить, столько всего. И за какие-то вот эти вот деньги просто не идут. Аня, как вы считаете, вот сейчас молодежи, какие виды спорта интересны? Может, какие-то вот новые появляются, да, вы уже начали говорить, там, пляжные какие-то виды спорта. Что сейчас вот вам интересно? Мне лично интересно, это настольный теннис и пляжный волейбол, это лично мне. Ну, в принципе... А подруги, друзья, что говорят? Вот они говорят, вот, ну если бы вот было что-то, мы бы пришли, а вот футболом, ну это банально, там, или волейболом неинтересно. У меня одна знакомая занимается тейквондо, одна занимается кунг-фу, другая занимается баскетболом, им как бы своего хватает. Большая часть, например, моих одноклассников спорт не любят. Я только общаюсь, получается, в любой секции Владимира Михайловича. Там уже понятно, дети хотят заниматься любым видом спорта, от футбола до настольного тенниса. То есть, я не знаю, как бы, возможно, детей привлекают еще пляжные виды спорта, потому что это все равно хорошо. У нас различные набережные, Волга, солнце, пляж. Это очень интересно. То есть, пляжный, возможно, футбол, волейбол, теннис. Это может привлекать. Регби также. Ну, сейчас зимний сезон. Владимир, что вы предложите, какую альтернативу своим ребятам? Зимой, конечно, нужно как можно больше времени проводить на улице. Играть в футбол на снегу, кататься на лыжах. Катки у нас есть. Вот у нас в Советском районе три катка только в парке «Дружба» заливают. Больше находиться на свежей улице. А на лыжах? Где в Советском районе можно покататься? Ну, в Советском районе по паркам катаемся мы. Это были тренеры по месту жительства на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках Горда Эсс. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова